Для рязанских каштанов осень началась гораздо раньше. Впервые городские деревья покрылись будто ржавчиной. Причина тому – опасная насекомая, минирующая моль, которая будто атакует дерево. Из-за гусениц дерево не только теряет свой благородный внешний вид, но и питательные вещества. А зимой это может и вовсе привести к вымерзанию. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Первыми тревогу забили жители областного центра. СМИ среагировали мгновенно. В интернете и по телевидению прошло большое количество статей и сюжетов на эту тему. И уже сегодня на улицах города сотрудники управления благоустройства начали первые обработки деревьев. Сложность заключается в том, что это нужно будет делать обязательно с вышки, потому что необходим полный захват кроны снизу, на расстоянии вытянутой руки. Это не будет иметь никакого действия. Будет, но мы захватим только часть кроны. Поэтому будем делать это все с вышки и постараемся захватить крону в полном объеме. Особенность такого спасения каштанов заключается в том, что из-за высокой кроны дерево приходится опрыскивать сверху, что занимает немало времени. Так за полдня удалось обработать всего около 30 деревьев на Первомайском проспекте. После обеда принялись за опрыскивание прожавевших крон на улице Радищева. Эффект мы ждем, конечно, не сразу. Эффект только мы получим на следующий с вами год. Здесь мы просто немножко сейчас предотвратим, чтобы не произошла гибель дерева. А это аллея каштанов на улице Новоселов. Сюда добраться только в планах. Здесь, в отличие от деревьев в центре города видно, как деревья сбросили пожелтевшие сморщенные листья. Именно они представляют не меньшую опасность. Для полного выздоровления всю листву необходимо также собирать, обрабатывать и уничтожать. Не сделав этого, личинки насекомых просто перезимуют в листьях и весной продолжат уничтожать деревья. Как известно, каштаны могут жить более трех сотен лет. И чтобы еще не одно поколение рязанцев могло радоваться цветущим свечкам весной и собирать блестящие ядра осенью, сегодня необходимо помочь им выжить.